Примите, пожалуйста, на поклоны, дорогие предные, слава Шилепарупаде. Сегодня благоприятный, во все благоприятный день явления Шилепарупады. Мы прочитаем ещё один стих из Бхактира Самрита Синду, двенадцатый по счёту стих в этом произведении Рупага Свами. И также он приводится в Читань-Черетамрике Матья-Лила, 19.170. Омнамо Бхагавате Васуде Вая. Омнамо Бхагавате Васуде Вая. Омнамо Бхагавате Васуде Вая. Этот стих является ещё одним определением чистого предного служения. В прошлый раз мы читали текст одиннадцатый, а не Белашито Шуньям. Этот текст, он практически равнозначен. Двенадцатый текст практически равнозначен. Текст он не Белашито Шуньям. Сегодня мы вкратце тоже об этом поговорим. Итак, Марью Алина Сверху 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 Перевод. Перевод. Всех материальных самоотождествлений и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются. Давайте мы еще посмотрим, как Шараплупата в оригинале формулирует этот перевод. Бхакти, or devotional service, means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. Да, так и есть. Шараплупата не говорит, что нет в оригинале слов «помимо главного плода», просто говорит, что есть два второстепенных. Ну, наличие двух второстепенных, конечно, подразумевает, что есть и главный плод. То есть, очевидно, это развитие любви к Богу, обретение любви к Богу. Есть два второстепенных плода, это как или побочных эффекта, наверное, которые сопровождают процесс обретения любви к Богу. Это избавление от всех материальных самоотождествений и очищение чувств. Итак, здесь, как мы всегда начинаем с глагола. Глагол в этом стихе «учате». Учате, что означает «называется». Называется «учате». Я думаю, что, скорее всего, это от глагольного корня «вач», который говорить, да, отсюда и «вача» и так далее, то, что мы знаем. Хотя я потом проверю. Итак, называется, зовется «учате» «бхакти». Бхакти зовется, то есть, в этом стихе идет определение бхакти, определение предного служения или определение чистого предного служения, какими же качествами оно обладает. Первое качество чистого предного служения – это «сарва упадхи винир муктам». «Сарва всех упадхи». Упадхи – временное отождествление. Винир муктам, свободное от мукти, да. Нир муктам или уже свободное, как, даже не знаю. То есть, тут приставки «ви» и «ни» играют усилительную роль. То есть, совершенно, совершенно свободное от любых материальных самоотождествлений. Или, как здесь сказано, свободное от всех желаний, кроме желания служить в Верховной Личности Бога. «Сарва упадхи винир муктам». «Сарва упадхи винир муктам». Свободное от всех самоотождествлений. «Нир ма лам». «Нир ма лам» означает «чистое». И тут уточняется «неоскверненное абстрактными философскими изысканиями и кармической деятельностью». Ну, в точности, как в предыдущем стихе «гьяна», «карма», «ади», «анавритам». Они покрыты кармой и гьяной. «Нир ма лам». «Тат паратвина» означает «понимая его превосходство». Или ставя его, «тат», его, Кришну, как высший объект, на который направлена наша деятельность. «Пара» означает «высший». «Паратва», этот суффикс «тва», он указывает на качество обладания чем-то. То есть «паратва» — это качество обладания верховенством, как-то так. И «тат паратвина» означает, вот, сейчас, а как это, собственно, здесь перевели? «С единственной целью служения верховной личности Бога». То есть это точно так же, как в стихе «Анья Беллаши» и «Ташуньям» у нас было «Анукульена» с желанием удовлетворить Господа. «Анукульен», а здесь это «тат паратвина». И то, и то слово в творительном падеже. То есть еще раз мы видим, может быть, потом еще подытожим, что полное соответствие можно провести между 11 и 12 стихами. «Тат паратвина» с единственной целью удовлетворить его. Принимая его верховное положение, он должен быть удовлетворен. Не я, а паратвина «Нирмала». Итак, еще раз, чистая, свободная от кармы и гьяны. «Хришикена». «Хришикена» здесь с помощью чувств. «Хришика» — чувство. «Хришикена» с помощью чувств. «Хришикеша» — «Севанаум». Здесь, как бы такая, что ли, отпечатка в видобейзе. Здесь не хватает тире после этого. «Хришикеша» — просто Господь. Но «Хришикешаidian» — это одно слово. «Хришикешаidian» — это служение Господу, который является повелителем чувств. Служение Господу, которое является повелителем чувств. «Хришикешаidian» — служение такому Господу. Вот это называется бахтия. «Бахтир учета». Еще раз. «Бахтир учета». Что же такое бахтия? «Саре патхе в Нирмухтан». «Свободный от всех упатх». «Упатхи» — это как временное обозначение, отождествление. Итак, я пытался сказать про слово упадхи. Упадхи – временный титул, какое-то временное обозначение, вторичное имя, какая-то особенность, замена. Вот именно что замена. У нас есть истинное положение, а упадхи – это то, что его так подменяет, заменяет. Интересно, упадхи патра, лист с упадхами – это диплом. Вам выдают диплом специалиста или магистра. Вот это ваше временное отождествление на эту жизнь. Итак, практически все мы слова обсудили. Сарва патхи винир муктам, тат паратан нирмалам. Хришкена, хришекеша сэванам бактир учатэ. Идти путём бактии предного служения. Значит, занять все свои чувства служением Личности Бога, Повелителя Чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода, Обретает два второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождествлений. Её чувства, занятые служением Богу, очищаются. Да, комментарий здесь совсем краткий. Это цитата из Нарада Пончаратры, включена Бактира Самбрита Синду, 1.1.12. Я предлагаю прочитать фрагмент из «Вступления к нектару предности». В «Вступления к нектару предности» последние два абзаца как раз и являются пояснением Шилы Праупады к этому стиху. До этого Шилы Праупады объясняет стих о Небелаши Ташуньям в «Вовведении к нектару предности». А в конце он два абзаца посвящает обсуждению нашего сегодняшнего стихна. Эти два небольших абзаца я предлагаю прочитать. Олег Прабху, примите, пожалуйста, мои поклоны. Можно попросить вас прочитать. Давайте вот так вот это предложение. Пожалуйста. Харик Кришна, дорогие видания. Далее Шила Рупага с вами цитирует определение из Нарада Пончаратры. «Человек должен освободиться от всех материальных самотождествлений и с помощью сознания Кришны почиститься от всей материальной спирты». И давайте еще одно, пожалуйста. Ему необходимо вернуться в свое чистое изначальное сознание, в котором его чувства заняты служением хозяину чувства. Спасибо. Махапима Прабху, примите, пожалуйста, мои поклоны. Можно попросить вас дочитать этот абзац? Мои поклоны, примите, пожалуйста. Итак, если чувства человека заняты служением истинному хозяину чувств, его деятельность называется преданным служением. В обусловленном состоянии наши чувства служат удовлетворению потребности тела. Но когда те же чувства исполняют указания Кришны, наша деятельность называется бхакти. Спасибо. Это чувство направлено на Кришну, это называется бхакти. Кто еще может прочитать Матаджи Хариприя? Примите, пожалуйста, мои поклоны. Пожалуйста, дочитайте тогда последний абзац. Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Пока человек считает, что принадлежит какой-то определенной семье, определенному обществу или связан с определенным человеком, про него говорят, что он находится в плену внешних, материальных, даже саматоржеств линий. Однако осознав, что он не принадлежит ни к семье, ни к обществу, ни к стране, но вечно связан с Кришной, человек поймет, что его энергия должна использоваться не в интересах так называемых семьи, общества или нации, а в интересах Кришны. Таково чистое преданное служение в сознании Кришны. И чистое преданное служение в сознании Кришны, и чистота целей, которые он преследует. Я не берусь прокомментировать это. То есть, получается, само же служение является и целью. Когда Шаваппаду спрашивали, что будет целью воспевания, он говорит, что еще большее воспевание. Целью чистого преданного служения. Нельзя сказать, что он приведет к какой-то цели, и потом мы остановимся. Наоборот, оно будет все возрастать и возрастать. Чистота цели. Похоже, здесь и речь идет и об Абхиде, и о Прайоджиме. Хорошо, спасибо большое. Я еще хотел вернуться к сравнению этого стиха. О, это же не здесь, это здесь. Хотел вернуться к сравнению этого стиха с 11 стихом. А не Беллаши, это Шунья. Сейчас попробую их рядом расположить. Нет, не получилось. Ну, так или иначе, хотел поставить рядом эти стихи. Но, еще раз, вы все, конечно же, хорошо знаете стих и не Беллаши, это Шунья. Может быть, этот 12 стих не так хорошо, но сарвопадхи винирмухтам, свобода от всех упадх, это то же самое, что а не Беллаши, это Шунья. Татпаратвина, это анукульена, с желанием удовлетворить Господа. Только он является объектом, на который направлено наше служение. Мое удовольствие тут не играет никакой роли. Главное, чтобы Кришна был удовлетворен. Нирмалам означает, нирмалам гьяна карма анавритам, свобода от кармы и гьяны. Хришакеша сэванам означает, Кришна анушиланам, с 11 стиха. То есть, это деятельность, на стопам предшествующих ачарев, направленная на удовлетворение Кришны, который Хришакеша, повелитель чувств. Вот это определение чистого бахтия. То есть, практически все слова находят свой прообраз. Единственное, что вот слово Кришакена, возможно, оно в этом стихе не имеет прямого аналога с 11 стихом. Но, то есть, это служение, которое выполняется чувствами. Также Господь Читания рассказал, мы знаем из Читания, Читания, Терупия Госвами, определение садана бахтии. Критир садья бава и садья бава са садан беда. И это как раз садана, это служение, выполняемое вовлечение своих чувств в служение Верховному Господу. То есть, это не какая-то пассивная медитация, это активная деятельность. Это тоже перекликается со словом шиланам, анушиланам из 11 стиха. Это деятельность, это не просто нечто пассивное, но предное служение подразумевает вовлечение чувств. И они таким образом очищаются. Таше Кришна намадинам бавы граха мудрия и саон мухехи жипадо с вами маха тадаха. Мы не можем служить Господу, мы не можем воспринимать его нашими чувствами, но чувства постепенно очищаются как побочный продукт вовлечения их в предное служение. Итак, Сарва Патхи Венир Муктам, так Паратвана Нир Малан, Хришикена Хришикеша Севанам Бактья Учиты. Хришикена Хришикена Хришикеша Севанам Бактья Учиты. Пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу этого стиха, пожалуйста, может быть у вас дополнение, замечание? Ну, если нет, тогда, наверное, на этом остановимся сегодня. Сегодня вся благоприятный день Ильиниши и Парупады, и я думаю, что можно в такой день помолиться о том, чтобы нашей главной Упадхой стала стать слугой, слугой Шива Парупады. Шидар Асвами носил кепку, на которой было написано «Собака Парупады», Парупады Сдог. Это, пожалуй, то, чем должно стать наше истинное самоотождествление, это стать слугой, слуги, слуги, слуги. Потому что чистое преднослужение оно «Сарва Упадхи Венир Муктам». Оно полностью свободное от любых, от любых Упадх. Хорошо, дорогие предные, спасибо вам за ваше терпение. Тогда встретимся в следующий раз в воскресенье и продолжим читать стихи из Батери Сумаскаси. Харик Криштова. Панчакал Патрубис Чакры, Пасим Дубей, Патитанам Паван, Игорь Ваишлин Бива.